намастэ друзья рада вас приветствовать с вами екатерина кнышова представитель клуба омру в городе долгопис и страна латвия и сегодня мы будем прорабатывать стопы практика предназначена больше для начинающего уровня поэтому приступаем к работе пожалуйста присаживайтесь на кофе входим в позицию суд хас мы удобные позы по-турецки делаем это осознанно пожалуйста скрестите ноги вы сидите на тазе на седалищных костях и начинаете стопы в разные стороны раздвигать можно помочь руками у тех людей которые большие закрепощения то есть вы действительно помогаете руками когда вы чувствуете что вы достигли своего предела то возьмите и ладонями надавите на стопы как бы раскрывая их к небу к потолку чтобы они смотрели наверх при этом у нас не скругленная спина то есть мы уже как бы начинаем работать хоть и отстраиваем только самую первую асана на плечи назад прямая спина и на выдохе приподнимаемся роняем свои колени вниз чтобы ноги расслабились внимание если вы только делаете первые шаги в йоге ваши колени смотрят еще с конкретно вверх то подкладывайте под таз возвышение это могут быть кирпичи могут быть одеялом чем выше таз тем меньше будет давление и вы понемногу будете разрабатывать свои закрепощения и так приступим спина перпендикулярно попереминайтесь ягодицы на ягодицу почувствуйте что вы сидите на седалищных костях если этого не происходит то можно помочь себе руками то есть вы берете и отводите рукой назад и в сторону плоть ягодиц при этом вы начинаете седалищные чувствовать и второе то же самое и на одеялах вы начинаете отталкиваться до тазом отталкиваться и вытягивать свой позвоночник вверх позвонок за позвонком достигает грудную клетку мы раскрываем грудную клетку отводя плечи назад и вниз высвобождая шею при этом контролируйте свою поясницу она хочет прогнуться особенно у начинающих толкайте пупок себя расслабляйте колени и ноги вытягивайте макушку вверх подбородок не прижимайте слегка подайте затылочную часть назад и макушкой тянитесь вверх прикрываем глаза расслабьте сейчас свое лицо с каждым выдохом отпускайте все зажатости все напряжение в лицевых мышцах можно слегка приоткрыть губы и сделать легкую улыбку сведите руки в район груди в намасте большие пальцы вместе остальные слегка от себя в знак уважения и начала практики хатха йоги мы повторяем три раза мантру ом слух или про себя вдох а а Аминь. И опустите свою голову в район груди, расслабив шею, и сделайте внутренний поклон чему-то божественному, святому, возвышенному, что вы ставите выше себя. Приподнимаем голову, опускаем руки и открываем глаза. Итак, выпрямяем ноги. Дандасана, но сейчас важно просто вытянуть ноги и расслабить их. Итак, мы начинаем работу с ногами, и первая асана у нас будет вирасана. Вира – это поза героя. Для начинающих я предлагаю использовать кирпичи, потому что мы будем продолжительное время находиться в этой асане. Сейчас я продемонстрирую, как она выглядит, полный вариант, и как в нее заходить. Вы колени вместе стоите на коленках. При этом посмотрите назад, что стопы четко у вас направлены назад. Пальцы, с пальцем мы откорректируем дальше. Далее. И теперь вы таз опускаете назад, поместив руки как раз под коленки, с внутренней стороны. Отводите свои икры как бы наружу, и начинаете опускать таз. Если сейчас для этого, вот этот вариант доступен. Если вы уже на этом варианте начинаете дикую боль в коленях и ногах чувствовать, возвращайтесь. Кто идет дальше, выбираем руки. То есть, когда их плотно сжало, вы выбираете руки, высвободив свои икры, и сейчас отстройка стоп. То есть, они смотрят точно назад, и можно как раз тоже помочь руками, пальцами, чтобы их оживить, чтобы они тоже начинали работать, а не отдыхали. Те, кто не вошел, потому что в этой асане нельзя терпеть боль в коленках, то под таз помещают кирпич или человек после травмы, да, то есть тоже, особенно колен. Мы сейчас будем продолжительное время работать в этой асане, делать двойную работу. Наши колени, голеностопы будут разогреваться, да, понемногу, а мы тем временем будем работать руками. Итак, выпрямили спину, макушкой потянулись вверх, замок из рук, соединяйте, переплетайте пальцы и выворачивайте наружу. Мизинец и большие пальцы друг с другом соединяются, и вы толкаете максимально от себя ладони. Натягивайте кожу на ваших ладонях. Дышите, осознанно думайте об этом, выпрямите локти, внутренние локти смотрят друг на друга, подайте кости плечей назад, плечевые суставы, вдох-выдох, на выдохе выпрямите руки вверх, вытяните, направляйте ладони вверх, при этом мы дышим. Не поджимайте плечи, наоборот, плечи вниз, высвобождайте шею, при этом не прогибаемся в поясницу, вытолкаете пупок назад, вдох-выдох, расслабиться, можно прикрыть глаза. И снова открывайте, меняем перекрест пальцев, если у начинающих это часто вы забываете, то вы просто чувствуете, что вам неудобно, это явный знак, что вы на верном пути. Итак, выворачиваем от себя ладонями, соединяем пальцы, локти выпрямить, плечи руки назад, проконтролировали, что локти у вас прямые, вдох-выдох, приподнимаете руки, высвобождаете шею и вытягиваете бока от туловища, расширяете, делаете там пространство с прямыми руками, можно посмотреть, что они не халтурят, они работают. Вдох-выдох, пупок себя, выпрямляете поясницу. И кто еще может дальше пойти, еще дальше направляет руки назад, но при этом не заваливает корпус, не проваливается в пояснице, с прямыми руками. Если у вас согнутые, то возвращайтесь и работайте, чтобы они были прямые. Вдох-выдох, возвращаемся, расслабить руки, ладони кверху. Прикройте глаза, отследите, в каком состоянии сейчас ваши руки и ладони. Я уверена, вы начинаете чувствовать это тепло. Вдох-выдох, возвращаемся, гомухасана, поза головы коровы. Правая рука вверх, левая в сторону, четкие прямые руки. Натяните кожу на ладонях, вытяните руки, оживите, сделайте, наполните их энергией. И вдох-выдох, именно на выдохе вы забрасываете руки назад, соединив их с замком. Если этого не произошло, то есть очень сложно соединить, закрепощение. Вы просто берете ремешок и удлиняете свои руки, выполняете работу, всю ту, которую мы сейчас будем делать, но только с ремешком. Итак, правая рука идет ближе к голове, локоть четко вверх, левое плечо назад и локоть левый вниз. Предплечье от себя, рука левой не лежит на спине. Руки сражаются друг с другом, подбородок не поджимайте, старайтесь приподнять. Вдох-выдох, расплетаем понемногу, спокойно, не спеша. Отдыхают руки. Продолжаем работу. Левая вверх, правая в сторону. Можно посмотреть, что правая не куда-то, а она перпендикулярна туловищу. То же самое с левой, что она не гуляет, она четко вверх смотрит. Вдох-выдох. Забросили руки. Левый локоть четко тянется вверх. Старайтесь придвинуть ближе к голове или за голову. Правая, назад и вниз. Ощутите сейчас силу в руках, как они сражаются, но при этом не проваливайте поясницу. Дышите. Обязательно не забываем дышать. И на выдохе расплетаем руки. Дадим им отдохнуть. Сейчас уже, я уверена, более яркие ощущения уже и в плечевых суставах пошли. Мы продолжаем работу. Намасте. Соединяем руки осознанно на основании ладоней. Все пальцы рук, предплечья. Напоминаю, это здесь. Они параллельны полу. Вы начинаете хорошо надавливать ладони на ладони. Активизируйте их. Ладони сейчас сражаются. А вы укрепляете свои руки, плечи, грудину. Дышите. И на выдохе выпрямите руки вверх. Вдох, выдох. И подайте в район линии с ушами. Если для вас это возможно. Если у вас сгибаются руки, то, пожалуйста, вернитесь на шаг назад. И работайте над этим. Именно над выпрямлением локтей. А дальше мы усложняем задачу. Вам важно сохранить соединение рук. То есть хорошую сцепку. То есть работайте над этим. Прямые локти и ладони единое целое. Дышите. Кто может еще дальше идти, то продвигает еще за голову руки. Но не проваливается в пояснице. Не заваливает туловище. И на выдохе выходим. Расслабясь руки. Ладонями кверху. Если в вирасане, напоминаю, в ногах, вы чувствуете какие-то даже на возвышении болевые ощущения, то, пожалуйста, возвращайтесь в сутхасану по-турецки, которая была в самом начале практики. И выполняйте далее работу. Пасчимы намаскар. Если для вас за спиной сделать намасте сложно получается, то в начале спины можно сделать вот такой вариант. Либо используйте локтевой захват только сзади. Это было небольшое примечание для тех, кто только начинает это осваивать. Итак, руки прямые вперед, вверх, вытягиваем хорошо. Удлиняем бока туловища. Разведите в разные стороны ладони. И на выдохе забросьте руки за спину. То есть на ту высоту, на которую они позволяют. Ваши ладони сейчас смотрят друг на друга. Начинайте подниматься. Те, кто могут. Позволите это себе под позвоночнику вверх. И начинайте соединять мизинцы, середину пальцев, основание и ладони вместе. Плечи, локти от себя. Подайте грудь вперед. Пупок в себя. Макушкой тянемся вверх. Дышим. Почти мы намаскар. Намасте сзади. И на выдохе вы опускаете руки. И расслабляете. И так далее. Мы аккуратно будем, кто был в вирасане, выходить. И заканчивать работу с руками. То есть вы вес подаете вперед. Убираете опору. Если она была у вас. Можно компенсацию сделать. Мы это сделаем от хамукушванасану. Выходим. Подали ноги и таз назад. Таз затягивается вверх. И сейчас ваше внимание именно на колени. То есть вы должны подтянуть коленные чашечки. И хорошо их расправить. То есть должна произойти компенсация. Растешение. Задней поверхности ног. Вдох, выдох. Мы выходим в вражнасану. Это поза алмазной твердости. Здесь мы будем заканчивать. Заканчивать работу с руками. Для этого нам понадобится пространство для рук спереди. Как бы на корточку. Итак. Таз. Насколько может он находится на пятках. Руки перекрещены перед собой. Практически возле колен. Плечи назад и вниз. И сейчас вы приподнимите, получается, пальцы и окажетесь на запястье. Вы начинаете разъезжать руками на запястье. Сжимайте ладони к полу. Ощущайте, как растягиваются ваши задние плечи. И старайтесь расслабить верх спины. Выдох, возвращаемся. И не спешите отрывать свои ладони. Приподнимайте ладони от коврика. Меняем перекрестник. Вдох, выдох. Начинаем. Снова их раскатывать. И найдите это максимальное расстояние между руками, которое вы можете себе сейчас позволить. Прижимайте ладони. Подбородок на плечо. Шея была расслаблена. Ладони работают. Вдох, выдох, возвращайтесь. Приподнимаемся. И мы снова вражной асане. Для следующих асан нам понадобится тоже какая-то опора. Это может быть кирпич. Но если вы используете мауля одеяло, то тогда просто повыше. Вы его делаете. Итак. Мы начинаем. Я, наверное, все-таки немного боком буду демонстрировать. Для того, чтобы для большей наглядности. Вы сидите целиком на коврике. Я советую, чтобы кирпич тоже был на коврике, он не скользил. Итак. Мы начинаем. Подайте вес вперед. Подогните пальцы. Под себя направил. Вы сейчас их начинаете распрямлять. Чтобы ваши мизинцы, можно даже посмотреть, потому что на слово бывает непонятно, чтобы мизинцы были в контакте с ковриком. Они не приподнимались. Бывают особенности физические. А мы сейчас не об этом. Мы о том, чтобы оживить ваши пальцы, чтобы они начинали работать. То есть, если какие-то пропорции тела, другие, тогда уже другой момент. Через насилие не идем. Пятки соединяем. Да? То есть, максимально, сколько это можете себе позволить. Руки на бедра. Макушка вытягиваемся вверх. Смотрим вперед. Дышим. Сейчас, я уверена, да, в этой статике вы чувствуете, как начинают отзываться ваши пальцы, ног, стопы, плюсны. Просто дышите. Не идите на эти мысли, что вам больно, неудобно, что-то еще. Это ваш ум. А тело, на самом деле, будет вам очень благодарным за то, что вы оживляете, оздоравливаете сейчас свои ноги. Подайте вперед вес на руки и выпрямите внешнюю часть стоп, опустите ноги. Снова вражна асана. Мы делаем компенсацию. Сейчас важно расслабить ноги, стопы. И следующий шаг. Для него вам уже понадобится кирпич. Вы, первое, выходите, подгибаете снова осознанно пальцы, проверяете сцепку с ковриком и помещаете кирпич на пятки под бедром. И ваши ощущения, проработка начинают углубляться. И сейчас это, конечно, чувствуется сильнее. Все в порядке. Я уверена, что у вас все получится. Просто вы дышите. Конечно, запоминаем, что мы работаем 30%. Это работа в асане. Преодоление дискомфорта. Так называемая аскеза. И 70% это комфорт. Если начинаются жуткие судороги, да, то есть как бы просто вы выходите в компенсацию, можете еще раз понемногу вернуться. То есть чувствуйте себя. Выдох, выдох, убираем кирпич. И снова выпрямляем ноги. Справляем стопы. Дажна асана. Можно плоть ягоди тоже воздвигать, чтобы чувствовать, что вы седалищными именно на пятках. Сидите. Выдох, выдох. У очень современного человека, конечно, зажаты стопы. Поэтому, возможно, очень яркие ощущения у людей, которые это первый раз делают. Во всяком случае, у меня такой опыт был. Итак, мы выходим снова. Третий раз в углубленный вариант. Он будет состоять в следующем. Мы выходим снова, подгибаем стопы. Если вам, кстати, тяжело так делать, вы можете лобом упереться в коврик и просто хорошо все сделать, посмотреть, убедиться. Кирпич поставить спереди, поэтому лучше это делать на коврике. Там безопаснее. И придерживаясь пальцами кирпич, вы приподнимаете свои колени. Чтобы, получается, бедра были параллельны с полом. Здесь начинается работа с балансом. Если для вас баланс тяжело идет, вот у вас есть кирпич, вы придерживаетесь за него. Но ваши стопы начинают хорошо тоже прорабатываться. Уже весом тела. Если все хорошо, руки в бедрах. Я не мудро, можно. Смотрите в одну точку и дышите впереди. Ну, на спокойную точку, которая не двигается нам. Не спирайте дыхание. Дышите обязательно. Вдох, выдох, обопритесь на кирпич. И выходим. Снова распрямите стопы. Вражная асана. Переведите дух здесь. И можно тоже для компенсации выполнить такие небольшие перекаты. Останусь тоже в такой позиции, для того, чтобы это было более наглядно. То есть, вы опираетесь. Вот колени немножко ближе к себе. Руки на кончиков пальца. И начинаете как бы приподниматься слегка. На внешней части стоп. Голеностопов. Дох, выдох. То есть, чувствуйте себя. Если вы чувствуете, что вам хватило, не хочется, просто посидите в позе алмазной твердости. Отлично. И мы закончили такое оживление наших стоп. Мы начинаем продолжать работу непосредственно в асана. Садимся. Соединяем большие пальцы вместе. Разъединяем колени примерно на ширине туловища, бедер. И сейчас осознанно входим в шашанкасуну. Установите ладонь. Возле колен. Плечи назад и вниз. Пупок в себя. Подбородок вверх. Чуть-чуть повыше. И вдох, выдох. Начинайте себя раскладывать вниз. На коврик. И в самом конце опускайте лоб вниз. В этот момент вам можете приподнять лицо. И установите максимально. Осправьте расстояние между пальцами. То есть, ваши пальцы широкие. Между ними большое расстояние. Средний четко вперед. Мизинцы перпендикулярны длинной стороне коврика. Большие пальцы смотрят друг на друга. Вдавливайте ладони вниз. Плечи направляйте к тазу. Таз на пятках. Вдох, выдох. Выходите в марджориасану. Позу кошки на корточках. Подогните пальцы под себя. Снова контроль попок себя. И выходим в уртхатчетурангадандасуну. Это планка. Несколько секунд. Смотрим вниз. Вес подойти назад. И начинаем приподнимать. Таз вверх. И от себя. Плечи от себя. Мы сейчас стоим на передней части стопы. Пятки приподнять. Подтяните коленные чашечки. Вытяните свою спину. Поясницу. Копчик, таз вверх. Адхамукашванасана. Собака мордой вниз. Не расслабляйте ноги. Они сильные. Отталкивайтесь руками. Вдох. Выдох. Снова чатурангадандасана. Вес. Уртхатчетурангадандасана. Вес больше в пятки, чем на руки. Вот я специально демонстрирую, как обычно. Вы делаете назад. Вам будет проще находиться в этой асане. Не отпускайте слишком вниз бедра таз. И снова Адхамукавирасана. Или Шашанкасана. Расслабиться. Отпустите руки. Опустите свое дыхание. Пусть ваш живот станет мягким, податливым. Руки раскрепостятся. И следующий шаг. Проверьте, что ваши пальцы на ногах, они соединяются. То есть они в контакте. Выпрямляйте руки вперед. Разведя пальцы широко, максимально плечи назад и вниз к тазу. Удлиняйте шею. Для этого подавайте ладонями. Ладонями тяните коврик на себя. И шея будет удлиняться в задней части. Но таз стремится к пяткам. Вдох, выдох. Локти, я напоминаю, они сейчас приподняты над ковриком. И на выдохе мы выходим снова в марджири асану. Позу кошки. И в адхамука шванасану. Приподняв хорошо таз, вытягивайте хорошо спину, расслабляйте шею. Подтяните колено и чашечки. Работайте сейчас уже сильнее. Вы второй раз уже вошли в эту асану. Осознание. Для этого подавайте еще копчик, еще, еще выше вверх. Если чувствуете, что хорошо разогрелись, можете и тело позволяет. Опустите пятки вниз. Но старайтесь не терять вытяжение вверх таза. И теперь на левой ноге упор делайте. Призгибайте правую, прижимайте ее к корпусу, к животу. Сейчас демонстрирую. И проносите ее вперед. Плечи назад и вниз. Поза бегуна. Смотрим вперед несколько секунд. Теперь левую ногу устанавливаем. Ее просто на пятку. И начинаем вес давать в левую сторону, в внешнюю пятку. И приподнимаем тело, оставив согнутую правую ногу. 90 градусов. Вира Абхадраса на вторая. Руки параллельны полу. Смотрим вперед. Не заваливаем колено вперед. Полкаем его назад. Сильные ноги. Руки на пояс. Ноги вперед на параллельных прямых. Переведем дыхание. То есть сейчас у нас более активный. Активная часть. Да, контролируйте. Если сбивается дыхание, то уменьшайте нагрузку. Левая нога на пятке разворачивается в левую сторону на 90. Правая примерно вовнутрь на 45. Коленные чашечки подтянуты. Руки по сторонам. И присогните левое колено. В левой колене 90 градусов угол. Смотрим вперед. Раскрываем грудную клетку. Активные руки вытянуты хорошо пальцем. Ваше туловище перпендикулярно полу. Не заваливаем его. Право, влево, да? Перпендикулярно. И колено толкаем назад. Отлично. Выпрямляем. Поравниваем ноги. Руки на пояс. Дышим. И теперь снова руки в стороны. Правая нога на 90 градусов. Право. И сейчас вот я обращу внимание. Активизируйте пальцы. Именно на пятке вы проворачиваете. Разводите пальцы. И укладываете осознанно стопу на коврик. Да, то есть как бы расправляйте вас, а не пальцем. Пускай они оживляются. Да, то есть мы вначале их специально прогревали. Левая нога на 45 вовнутрь. Таз, внимание, смотрит прямо. Да, то есть как бы не заворачиваем. То есть если у вас такой вариант получился, то верните его в одной плоскости, да, с ковриком. Руки активизировали прямые. Потяните себя всегда в левую сторону. Присогните правое колено. Теперь вытяните правый бок, приподняв правую руку. И установите правую руку внутри правого колена. То есть колено в контакте с рукой. Теперь левая рука ладони на себя. И на выдохе вы опускаете ее к левому уху. Если это тяжело сделать, делайте это через перед. Пустили параллельно с полом и завели. Да, разворачиваете живот, грудную клетку к потолку. Если противопоказание шеи, смотрим вперед. Вес заднюю пятку. Дышите. Утхита пашваканасана. Поза вытянута бокового угла. Вдох, выдох, выходим. Стопы параллельны друг к другу. Дышите. То есть активные асаны довольно-таки. Теперь на левой пятке проворачиваете левую ногу, расширяя пальцы и устанавливая осознанно их на коврик. Правая нога тоже самое. Насколько возможно, будьте в своих пальцах сейчас. Контролируйте таз. Плоскость таза. Руки разведите в стороны. Активизируйте колено и чашечки. Подтяните их. Подтяните себя в правую сторону туловища. Присогните левое колено. Посмотрели, что в нем 90 градусов. Вот прям действительно посмотреть надо. И теперь левая рука выше головы удлиняем левый бок. И устанавливаем его возле левой пятки. Внимание! Если вам тяжело это идет, вы можете делать облегчение. Локоть помещать присогнутый на левую ногу. И также действовать с инструкциями. Итак, вес в заднюю левую пятку. Правую пятку. Рука правая вверх. Ладонь на себя. И начинаем опускать вниз. Живот, грудная клетка направлены к потолку. Смотрим тоже из-под правого бицепса. Дышите. И на выдохе возвращаемся. Руки на пояс. И собираем себя в тадасану. Поза горы. На середине коврика. Вес больше в пятки. Макушки вытягиваемся вверх. Руки параллельны друг к другу. И сделаем небольшую компенсацию. И мы только соединим ее тоже с работой рук. Итак, ноги на ширине таза. Копчик под себя. Удлиняем поясницу. Руки идут в замок. Вы выворачиваете его от себя, как в начале занятия. И тянетесь вверх. Копчик под себя. Смотрим вперед. Вдох. Выдох. Сильные ноги. Наклон вправо. Можно смотреть вниз. Можно по диагонали вверх. Дышите. Вдох. Выдох. Возвращаемся. И теперь вытягиваем себя. Наклон в левую сторону вашу. Слышим. Выдох. Возвращаемся. И теперь руки устанавливаем в районе ниже, там, в пояснице. В крестцах ножа, чуть выше крестца. Плечи назад и вниз. Локти по направлению друг к другу. Ноги сильные. И вы начинаете отталкиваться. Получается, вы начинаете подавать передние бедра вперед. Грудь вверх. И стараться прогнуться. Не за счет того, что поясница, а именно за счет того, что вы таз толкаете вперед. А грудь вверх. Смотрим вперед. Слегка. Сильные ноги. Ягодицы, бедра. Все сейчас в тонусе. И на выдохе возвращаемся. Руки на передние бедра. Из внутренней части я сейчас демонстрирую. Плечи назад и вниз. Уходим с сильными коленными чашечками. Напоминаю, да, параллельно с полом. Дышим. И на выдохе уходим ниже. Тот, кто чувствует, что не может ниже, да, то тогда можно руки вместить в локтевой замок и остаться в таком варианте. Только вы предплечья к себе не тянете. Вы отпускаете. Давайте свисать своим рукам и своей шеей. То есть не тяните себя лбом, головой к ногам и к рукам. То есть старайтесь верхнюю часть туловища расслабить. А ноги сейчас в утонасане будут напряжением. То есть они стимулируются, они работают. Итак, кто идет вперед. Руки опускают на коврик. Плечи от себя. Макушка смотрит вниз. Подавайте вес в переднюю часть стопы. Коленные чашечки подтянуты. Утанасана. Поза интенсивного вытяжения. Пускай ваши ноги сейчас будут работать, а живот будет отдыхать. Если для вас такой вариант. Вы не чувствуете работы и аскезы. Соединяете стопы. Выходите в полный вариант утонасаны. Поместив живот, ручь, макушка смотрит вниз. А руки за линией стоп. Выбирайте свой вариант нагрузки. Будьте в своем дыхании, в своем теле. Присогните ноги. Обопритесь локтями на чуть выше колен. Приведите дыхание. То есть точно нормализуйте. Почувствуйте, что голова не кружится. И потом понемножку поднимайтесь. Можно с круглой спиной. Плечи назад и вниз. И самое последнее. Поднимается голова. Выполним последнюю асану стоя. И она будет просорита под атанасаном. Сейчас снова на середине коврика. В тадасане осознанно. Выходим на самое широкое расстояние между вашим ног. Ноги широко. Руки в стороны. На талию. И сейчас важно слегка подогнуть. Подвернусь вовнутрь. Сейчас показываю. Большие пальцы стоп. Чтобы внешние стопы были параллельно друг к другу. Активизируйте ноги. Плечи назад и вниз. Локти направляются друг к другу. Подбородок вверх. И вдох-выдох. Вытягивайте сильными ногами вперед. Устанавливайте руки под плечами. Высвобождайте шею. И начинаете удлинять свою спину. Именно сейчас я покажу. Вот это неправильно. А вот так следует работать. Вы втягиваете в себя позвонки. Вы меняете спину. И на выдохе вы уходите вниз. Низ-низ-низ. Расслабляя шею. Направляя именно макушку вниз головы. Если она у вас не приземлилась. То можно использовать опору. Под голову. Если приземлилась, то просто оставайтесь. И ладони будут в линии с пятками. Пальцы четко смотрят вперед. Отталкивайтесь ладонями или пальцами. От коврика. И удлиняйте свою шею. Ноги сильные. Не заваливайтесь на руки. Прасорита падатанасана. Поза с широко расставленными ногами. Выходим. Руки вперед. Снова вытяжение позвоночника. И теперь уже перенесите вес больше на руки. И начинаем собирать пальцы, стопы. Пальцы, стопы. Пальцы, стопы. Ноги параллельно. Стопы параллельно друг к другу. Утанасана. Небольшой промежуточный вариант. И возвращаемся. Снова тадасана. Теперь мы присаживаемся на коврик. И выполним вариант артхаматиндрасаны. Поза скручивания. Повелителя рыб. Сначала мы выходим в дандасану. Поза посоха или палки мудрецов. Вы отталкиваетесь пальцами от коврика. Расправляя плечи. Подавая макушку вверх. Смотрим вперед. Стопы на себя. Коленки толкайте вниз. Дышите. На выдохе. На выдохе. Присогибайте правую ногу. Помещайте ее с внешней стороны левой ноги. Удлиняем свой позвоночник. Раскрываем грудную клетку. Левая нога не спит. Пальца вверх. То есть она перпендикулярна. И как бы на себя направляете. Левую руку потяните вверх. Активизируйте. Пальцы тянутся вверх. И на выдохе вы ее разворачиваете. Корпус в правую сторону. И левую за правое колено помещаете. С согнутым вариантом. Левая рука за корпусом. На пол. И голову назад направляете. Если какие-то показатели негативной шеи. То оставляйте носы с линии переносица. В линии позвоночника. В груди. Не доворачивайте назад. Вы не опираетесь на заднюю руку. Вес в седалищном. Если вы приподнимите правую руку. То вес останется неизменным. Выдох. Возвращайтесь. Выдените сферу. Смена. Снова дандасана. Присогните левую ногу. Поместите с внешней стороны правой ноги. Обхват под коленом левой ноги. Вытяжение вверх. И теперь правая рука вытягивается вверх. Удлиннее правый бок. И заносим ее за левое колено. Левая рука идет назад. Просто такой легкий. Легкое соприкосновение упор. Не вес на этой ноге. И доворачиваем тело назад. Разворачиваем голову. Тоже взгляд направляем назад. Артхаматиндрасана. Это упрощенный вариант. Поза. Кал. Повелитель рыб. Рука четко вверх. Пальцы направлены. Дышим животом. Сейчас активизируются мышцы спины. Выдох. Выходим. Для этого спина должна быть на позвоночник прямой. Вытягиваемся вверх. И снова выходим в дандасану. Далее мы будем выполнять в ряд перевернутых асан. Если вы не выполняли до этого практики перевернутые асаны, то пожалуйста идите за мной. Если в вашей практике они есть, то пожалуйста приступайте. Постепенно выходите в сарвангасану и халасану. И находитесь в то время, пока мы будем работать у стены. Вам нужно поместить себя возле какой-то опоры высокой. Либо около шкафа, либо около стены. На то, чтобы вы можете опереть свои ноги. Итак, мы выходим через правый бок. Опираемся на левую руку. И раскладываем себя. Тело вниз. Ноги направляем вверх. Приподнимаемся слегка на локтях. И как бы проносим таз к стенке. Выпрямляем ноги. Одно вытяжение пальцев на себя. И расслабить. То есть вы сейчас будете находиться в пассивном перевернутом положении. И подбородок на себя. Глаза можно прикрыть. Также могу посоветовать, если вы практикуете днём, вы можете использовать ремешок. Либо ещё что-то мягкое. Для того, чтобы свет дневной вас не беспокоил. То есть можно положить на глаза. Руки где-то примерно на 30 градусов. От себя ладонями кверху. И расслабьтесь. Сейчас ваша главная задача это просто расслабиться. Просто быть в асане. Расслабляйте, размягчайте живот. Пусть он станет мягким, обтекаемым. Расслабляйте спину. Также сейчас идёт отток крови от стоп, ног. Тоже расслабляя его. И приток крови к органам большого и малого таза. Как раз оздоравливая его и все органы днём. Успокаивайте своё дыхание. И понемногу присгибаем ноги в колени. Устанавливая стопы на стенку. Сделайте небольшой упор на локтя. Приподнимите шею в голову. И подайте слегка тело назад. Как бы на прокатом. Хорошо, если сзади вас есть коврик. Поместите ноги в положении сутхасаны. Просто опустите, расслабьте. И опираясь на левую руку понемногу, понемногу возвращайтесь. Не быстро, а осознанно. И далее мы будем выходить в шавасану. Поза мертвеца или трупа. Полное расслабление. Для этого будьте на коврике. Начинаем уходить вниз. Для этого приподнимите слегка на руку. Подайте слегка таз вперёд. И начинаете опускать нижнюю часть спины. Позвонок за позвонком вниз. Не спеша. Последний идёт подбородок, плечи. Тоже направляйте к тазу. Ладони кверху. И каждую ногу прокатывайте по коврику. И расслабляйте вниз. Причём одно лучше сделать. Одно натяжение стоп на себя. И развести. Уронить свои стопы. Они поработали. Они заслужили этого. Прикрывайте глаза. Также, напомню, можно использовать ремешок. И мы будем находиться в шавасане. В позе полного расслабления. Глаза закрыты. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. И выдыхайте любые напряжения. Которые, возможно, остались после практики. Любые думы. Образы, картинки, состояния. Пройдитесь внутренним взором по вашим стопам, ногам, коленям, бедрам, икрам. И ногам целиком. С каждым выдохом расслабляйте, отпускайте их. И сделайте их тёплыми, мягкими, расслабленными. Расслабьте. 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 Отпустите свой живот. Поясницу. Всю заднюю поверхность спины. Утяжеляй. Утяжеляй. Расслабляй. Продолжение. Расслабьте. Расслабьте. Ребра. Клющицу. Круглим целиком. Сделайте все тело теплым, мягким, расслабленным. Отпускайте все свои руки от плечей до кончиков пальцев. Рук на обоих руках. Делайте их теплым, мягким и расслабленным. Расслабьте и удлините свою шею. Опустите челюсти, расслабьте их. Уберите всю мимику с лица. Дайте ему освобождение. Расслабьте кожу под волосами, а также уши. Вся ваша голова теплая, мягкая и расслабленная. Чувствуйте свое тело целиком. В каждом вдохе и выдохе гулся внутри своего тела. И ощущайте, в каком оно состоянии после практики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дайте внутреннюю команду себе, что вы понемногу будете возвращаться из шаласты. Не открывая глаз, просто следуйте моим командам. Понемногу пошевелите пальцами на стопах, на руках. Присогните ноги и соедините их к колене. Расположив стопы на ширине таза. Руки поместите в область груди. Почувствуйте тепло от рук. Далее колени направьте к груди. И перекатом на правую сторону скругляйте спину. Установим голову на правой руке. Когда ваши глаза именно сами захотят раскрыться, тогда вы начинаете приподниматься, оперевшись левой рукой. Примите удобную позу со скрещенными ногами, доступную для вас. Можно выйти, как в начале практики. Руки в район груди. Прикрываем глаза. Перечитываем три раза мандрул. В знак завершения, а также уважения всем учителям и преподавателям йоги за сохранение из донесения знаний до нас. Глубокий вдох. Ам. 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 Теперь склоните голову в район груди и сделайте внутренний поклон в своему высшему началу душе или высшему я, которая сегодня трудилась и провела работу на благо тела, ума и души. Ам. Ам. Приподнимаем голову, опускаем руки и открываем глаза. Ам, друзья, рада была провести практику для вас. Всех во благ. И, конечно, делитесь впечатлениями и отзывами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова